Два мешка высушенной марихуаны изъяли полицейские в доме 55-летнего жителя Акаинского района. Мужчина состоит на учете как алкоголик. Общий вес изъятого составил почти 9 килограммов. Задержанный признался, что использовал дикорастущую коноплю в качестве альтернативы алкоголю и хранил крупный вес наркотика для собственного употребления. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Всего за два месяца в области выявлено 59 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше 15 килограммов различных наркотиков. В рабочем поселке полицейские задержали двух жительниц города по подозрению в распространении синтетических наркотиков. При личном обыске и по месту жительства девушек полицейские изъяли свыше 700 граммов порошкообразного и комкообразного вещества. Результаты экспертизы показали, что это синтетический наркотик APVP, известный как соль. Также изъяты приспособления для расфасовки и упаковки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. По имеющимся сведениям, подозреваемые занимались преступной деятельностью не более 4 месяцев. Североказахстанские полицейские проводят операцию «Мигрант», направленную на пресечение нарушений миграционного законодательства. Помимо сотрудников миграционной службы, в нем задействованы участковые инспекторы, сотрудники батальона патрульной полиции, оперативники. В рамках ОПМ проверяются места возможного появления иностранцев, возможно, где они трудятся. Это рынки, кафе, предприятия, а также строительные объекты. В районах области полицейские проверяют сельхозпредприятия. В первый день ОПМ «Мигрант» на полигоне твердых бытовых отходов были выявлены незаконно трудоустроенные иностранцы. А разрешение у вас есть на работу? Еще будет. Делаете, да? Да, из зелени. Стражи порядка напоминают, чтобы работать на легальной основе. Необходимо своевременно оформлять разрешение на трудоустройство местного исполнительного органа. В противном случае нарушителей ждет административная ответственность. На одном из предприятий города Петербургска были выявлены семь иностранных граждан, граждане Республики Таджикистан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на данном предприятии. В отношении данных граждан собраны административные материалы по статье 517 части 5 Кодекса Республики Таджикистана об административных правонарушениях. Также ведется сбор административного материала в отношении работодателя, допустившего незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Всего за первый день оперативно-профилактического мероприятия стражи правопорядка выявили 23 нарушения миграционного законодательства, допущенных иностранцами. В ночное время дикое животное внезапно появилось на 44-м километре автодороги Ишим-Петропавловск перед близко идущим автомобилем Нива. Косуля не пострадала, а вот гражданин Российской Федерации, находившийся за рулем, не справился с управлением. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами съехал с дороги. Россиянин обратился на канал 102. Вызов отработал участковый инспектор из Казалжарского района Азамат Кадиров. Он договорился о прибытии на выручку тяжелой техники, оставался на месте до вызволения россиян из снежного плена, обеспечивая дорожную безопасность. С начала первого весеннего месяца на территории района трижды сходили в кювет большегрузы. Также помощь требовалась водителю из города Кокшетау на автомобиле «Дастер», россиянам на «Субару» и «Фольксваген». Всего с начала года на территорию области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий. Погибли в них 8 человек, 65 получили ранения. Часть таких фактов произошла из-за наледей, часть из-за невнимательности водителей. Полицейские просят помнить, что в конце зимы увеличивается вероятность образования наледей. Следует особенно строго соблюдать скоростной режим. Также есть вероятность появления на дороге диких и домашних животных, особенно в окрестностях населенных пунктов. Под чутким руководством психологов в погонах оперуполномоченные, патрульные, сотрудники штабных подразделений полиции выполнили около десятка упражнений. Каждое занятие требовало немалых усилий, реакции, координации движений, умение эффективно действовать в команде в условиях неочевидности. Все это в рамках психологических тренингов на команды образования. Тренинговые занятия были направлены на сплочение коллектива, команды образования, а также упражнения были направлены на снятие психоэмоционального напряжения. Данные упражнения мы проводим как в полевых условиях, на улице, так и в тренинговом зале. Работа в данном направлении будет продолжена. В занятиях приняли участие сотрудники всех подразделений областной и городской полиции. В завершение тренинга для них провели аутогенную тренировку под названием «Внутренний магнит». Тренинг прошел на высоком уровне. Хотелось бы чаще участвовать в таких мероприятиях. Старшие товарищи поделились своим опытом. Все получили положительные эмоции, познакомились с новыми людьми, с коллегами из других подразделений. Участники тренинга отмечают, что полученный опыт позволит более эффективно решать служебные задачи. И они обязательно воспользуются полученными знаниями. Состоялся второй вид спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сотрудники правоохранительных структур померились силами на волейбольной площадке. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд. Основными претендентами, конечно, на чемпионство являются команды Департамента комитета национальной безопасности либо Департамента полиции Северо-Казахстанской области. Соревнования в финальной части покажут, кто у нас будет чемпионом. Спортивная удача отвернулась от полицейских. И они выбыли из соревнований, упустив команду Департамента комитета национальной безопасности, которая заслуженно заняла первое место. Второй на педестал почета поднялась команда Академии национальной гвардии Республики Казахстан. Тем не менее, без победы стражи правопорядка не остались. Сюрпризом соревнований стала победа сотрудников отдела полиции Акаинского района, которые в упорной борьбе завоевали третье место. Результатом, конечно, довольны. Это первый раз наша Акаинская рода вышла на такой уровень соревнований. До этого были большие тренировки, часто тренировались. В итоге завоевали третье место. Первый заместитель председателя Северо-Казахстанского областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо» Талгат Тугунбаев вручил спортсменам в погонах кубки и ценные призы. Третий вид спартакиады стрельба из боевого оружия пройдет в апреле. С начала апреля в Северо-Казахстанской области начнется пожароопасный период. Спасатели напоминают северо-казахстанцам о правилах пожарной безопасности в весенне-летний сезон. В 2023 году на территории области произошло 27 лесных пожаров на общей площади более 78 гектаров. Материальный ущерб превысил 15 миллионов тенге. Наибольшее количество пожаров приходится на земли Государственного лесного фонда. Также в прошлом году зафиксировано более 30 степных пожаров. Общая площадь составила более 2000 гектаров. Важно помнить о правилах сжигания сухой травы и мусора. Делать это необходимо в безветренную погоду, на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. После схода снежного покрова увеличивается количество выездов на загорание сухой травы и камыша. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города, нашей области о том, что нельзя бесконтрольно сжигать сухую траву. Сжигание сухой травы и мусора производить строго в соответствии с правилами пожарной безопасности. Если возгорание сухостоя все же произошло и огонь стал быстро распространяться, необходимо немедленно обратиться за помощью по номерам 101 или 112. Что касается бытовых пожаров, то с начала текущего года на территории области зафиксировано 111 случаев возгорания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост их числа на 14%. К сожалению, у нас в огне погибло 8 человек, получили травмы различной степени тяжести 21 человек, из них пятеро детей. Материальный ущерб от пожаров составил более 47 миллионов тенге. Следует отметить, что 71% пожаров приходится у нас на жилой сектор, это у нас 79 пожаров. Большое внимание сотрудники департамента уделяют профилактическим мероприятиям. С начала года проведены обходы более 22 тысяч жилых домов. Распространено свыше 35 тысяч памяток. В средствах массовой информации опубликовано 517 материалов. 54 интерактивных и открытых уроков проведено в учебных заведениях области.